Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Мне поступил очень интересный вопрос, и поступает он не в первый раз. В виде вопроса, либо в виде просто комментариев. И звучит примерно всегда одинаково. Таким образом, Яна, мне столько-то лет, или Яна, вот у меня такая-то фигура, Яна, у меня такие-то ноги. Мне очень нравится красиво одеваться. Но когда я красиво одеваюсь, мне кажется, что окружающие меня осуждают, окружающие на меня обращают очень много внимания. Поэтому во всех этих комментариях фигурируют как раз-таки не прямое высказывание окружающих, что-то тут вырядилось такая косая, кривая и не очень-то молодая. Нет, как раз-таки фигурирует вот это вот личностное ощущение, что все смотрят и вот-вот осудят словесно, либо все смотрят и уже осуждают. Что я хочу вам сказать, дорогие зрительницы? Я вас прекрасно-прекрасно понимаю. Я думаю, что очень у многих, во-первых, создается впечатление, что я человек очень уверенный в себе, очень раскованный. Но могу сказать, что это уверенность и раскованность. На самом деле, меня природа, кстати, я считаю, и умом особо мне наделила, потому что мне пришлось очень-очень многому учиться, и тяжело мне давалась учеба сама по себе. Я говорю сейчас прежде всего об академическом образовании и о каком-то жизненном в том числе. Я очень наивна, очень проста, поэтому какая-то жизненная, житейская мудрость дается мне тяжело, возможно, кому-то легче. И могу сказать, что академическое образование тоже далось мне очень и очень непросто. Поэтому над всем можно работать. Над всем можно, скажем так, из всего можно извлечь полезное для себя и в каких-то вещах даже обогнать других, которым, допустим, природа дана, они этим пользуются и поэтому не развиваются. Так вот могу сказать, что я даже видео на канале записывала о том, что я человек очень-очень застенчивый, рассказывала, как я боялась здесь на рынок ходить, как у меня яблоки просыпались. Я думала, о боже, яблоки просыпались. Как бы мне сейчас потихонечку с коляской я была, с Егоркой уйти, чтобы никто не заметил, что у меня яблоки рассыпались, и я вот такая незаметно уйду с этого рынка, не буду на себя внимания обращать, да и яблоки эти там 2 евро за килограмм, бог с ними. И каково было мое удивление, я рассказывала, что мне стали помогать собирать яблоки, потому что ситуация с рассыпанными яблоками может оказаться любой из нас. И что я хочу вам сказать, дорогие зрители. Я начала с того, что я вас прекрасно-прекрасно понимаю, прежде всего с той позиции, что когда тебе нравится красиво одеваться, твоя потребность в этом гораздо выше, чем твоя потребность не попадать в ситуации, когда тебе неловко. Неловко, потому что на тебя обращают внимание, неловко, потому что тебя могут осудить, неловко, потому что тебя, возможно, уже осудили, кто-то бросил, а что-то тут вырядилась такая, что-то тут сегодня такая нарядная, пришла на работу, либо просто за хлебушком пошла, и так далее. И вот для нас гипотетически, практически всегда гораздо-гораздо важнее, для нас, для таких женщин, у нас такой склад характера на самом деле, нам гораздо важнее для собственного самоощущения всё-таки нарядиться и обратить на себя внимание. Это нужно признать, через это нужно пройти, что для нас это важно, это часть нашей жизни, нашего самоощущения. Так вот могу вам сказать, дорогие зрительницы, по собственному опыту, прежде всего, что очень часто на нас смотрят не потому, что нас осуждают, хотя есть и такие, которые осуждают, но они, как правило, они, как правило, не имеют смелости, что называется, взгляд поднять и рассмотреть, а что же это на ней сегодня надето, как же это на сегодня волосы уложило, и как же она сегодня накрасилась. Они смотрят всегда из-под тяжка, потому что они не могут себе признаться в том, что завтра, возможно, они так же по вашим стопам пойдут. А вот люди, которые такие же, как вы, как я, которым нравится хорошо выглядеть, для которых одежда – это способ, очень легкий способ повысить себе настроение, самовыражение и так далее. Здесь я прошу никак это не связывать с минимализмом в моей жизни либо его отсутствием. Это совершенно другой аспект того, что называется хорошо и классно выглядеть и таким же образом себя ощущать прямо-таки с самого утра. Так вот, могу сказать, что люди, подобные нам, они рассматривают других людей, потому что, ну, это интересно, что же сегодня такое классное, хорошее случилось. А я этому научусь, и завтра буду выглядеть так же, а послезавтра, возможно, даже лучше. Это совершенно нормально сравнивать себя с другими. Поэтому, дорогие зрительницы, которые чувствуют себя под прицелом в каких-то взглядах, помните, что, скорее всего, большая часть этих взглядов – это положительные взгляды. И очень часто лица, наши лица, я, кстати, включу это также в видеоролик про детей, как общаться с собственным ребенком. Очень часто наши лица, когда мы пересекаем какой-нибудь 30-летний рубеж, они выражают, ну, совершенно не то, что мы в этот момент чувствуем, испытываем. Очень часто мы очень сурово смотрим на наших собственных детей, прямо-таки мы с ними разговариваем, спрашиваем, что, что ты в садике кушал, что там у тебя сегодня интересного произошло. Но наше лицо не выражает вот этой расслабленности, которая подразумевает подобная беседа. Точно так же женщины, которые рассматривают вас, возможно, выглядят очень сурово, как минимум, и вам кажется, что они осуждают вас. Но они, скорее всего, смотрят просто с элементарным интересом. И еще один очень интересный случай, который повторяется из раза в раз, как я теперь выезжаю в Паду. Вот так я сегодня одета. Я так сегодня одета с самого утра. Вы знаете, это потрясающее ощущение. Но так я одета не потому, что я такая молодец, потому что на улице потеплело, я очень не люблю холод, и в холод прямо-таки я в кокон какой-то прячусь. И так хорошо, что называется, зима близко, нужно ее пережить. И могу сказать вам, что снимая стрит-стайл в одежде, которая очень обращает на себя внимание, я заметила, что мне гораздо-гораздо проще получить, скажем так, согласие на съемку. Но люди видят, что я их снимаю. Иногда я к ним подхожу. Единственное, что я сейчас не подхожу, не потому что я боюсь получить отказ. Я много раз говорила, что я не подхожу и не прошу позировать людей, потому что когда они позируют, они выглядят несколько хуже, чем когда я их снимаю в движении. И, возможно, они даже знают, что я их снимаю, но продолжают двигаться. Тогда кадр гораздо-гораздо более красивый. Тогда и они выглядят более красиво. Я вообще за то, чтобы люди в моем кадре выглядели очень красиво. Очень многие кадры я бракую, если вижу, что человек, ну не знаю, сморкается в этот момент. Если вижу, что человек повернулся, у него вот спереди очень красиво все, компоновка, ансамбль. Ну а вот сзади, скажем так, он на себя не посмотрел. Вот такие, скажем так, моменты я совершенно точно вырезаю, отрезаю. Я хочу, чтобы люди в моих видео выглядели красиво и выглядели комплиментарно. И, конечно же, я ответственна за то, что я монтирую, что я снимаю и каким образом падает свет на моих стритстайлеров, каким образом в итоге они выглядят. Поэтому, дорогие зрительницы, это очень непросто превысить себе вот это, точнее переломить себе вот это представление о том, что я выйду и на меня все будут смотреть. Во-первых, мы живем в достаточно равнодушном мире, я тоже об этом часто говорю, и это хорошо. Всем, в общем-то, все равно, и уж тем более, как мы выглядим. Поверьте мне, если на вас смотрят, скорее всего, контекст от этих взглядов и этого внимания, он положительный, потому что людям нравится смотреть на красивое. Это естественно. Никому, никому не нравится смотреть на что-то, что обычно, что-то тем более, что некрасиво. И красиво одета женщина, это всегда красиво, это всегда привлекает много взглядов. И даже если мимика тех людей, которые на вас смотрят, это не отражает, вы совершенно точно можете быть уверены, я вам это говорю, как человек, который очень и очень многих стритстайлеров снимает, я могу сказать, что им очень и очень бывает приятно мое внимание. Могу сказать, что чаще всего мы сами смотрим на других людей, когда нам что-то в них нравится, мы их рассматриваем, и таким образом мы получаем наш в том числе визуальный опыт, как модница, а модница, точнее, опыт, который модница другой моднице может передать. Самым-самым несмелым и нерешительным могу сказать, что красная помада на губы, неважно, какие у вас зубы носили вы брекет-систему или нет, если вы стесняетесь своих зубов, губы здесь совершенно ни при чем. Держите губы сомкнутыми, не улыбайтесь, либо улыбайтесь вот так. Еще и губы будут более такими пухлыми, красивыми. Поэтому, пожалуйста, для самых-самых робких, несмелых, но таких фэйшн-фэйшн внутри, всем советую и рекомендую красную помаду. Не могу не привести в пример Татьяну Конкину. Посмотрите, как она классно выглядит. Она очень часто использует красную помаду. Я, мне кажется, даже не вспомню, когда бы она была без красной помады. Прекрасно выглядит. На самом деле, блогеры с красной помадой это блогеры, лицо которых ты запоминаешь. Поэтому, пожалуйста, экспериментируйте с вашим красным цветом на лице, экспериментируйте с вашим красным цветом на ногтях. Кстати, не могу не заметить, опять в каком-то влоге тоже обращала внимание, что колисто, но лак, который просто поразил меня до глубины души, потому что, ну, даже почистив креветки, я осталась, в общем-то, с неплохим маникюром. Вот два ногтя у меня чуть-чуть, но достаточно аккуратно облупились. Соответственно, у меня уже скорее начал отрастать, сама длина ногтя начала отрастать и отдаляться от кутикулы. Чем лак облупляется? Очень стойкий, очень легкий в нанесении. Советую, если есть у вас продажи в ближайшем шаговой доступности, как я люблю говорить, обязательно попробуйте этот лак. Для меня это просто супер открытие. И хочу сказать, что легкий опил очень-очень мелкой пилкой, у меня есть подушечка, фиолетовая, видео про маникюр, я ее показывала. Это прямо-таки губка для опила, то есть это не сама пилка. Если вы пройдетесь по ногтям, насколько я поняла, это снова на моем канале новый лайфхак от меня, который я буду обязательно отдельно освещать. Лак именно поэтому держится долго, потому что я до этого спиливала свой гель-лак, соответственно, был легкий опил. В общем-то, тема-то не о ногтях и не о лаке. Красная помада, красные ногти, если вы не решаетесь, попробуйте с малого, потом увидите, как это здорово быть в центре внимания. Наряжайтесь, в преддверии весны наряжайтесь с первыми лучами солнца. Тоже много раз обращала внимание, насколько классно и красиво мы все выглядим, когда солнечный день и солнце падает на нас. Солнечный день это прежде всего способ надеть яркую, красивую, точнее, яркую, красивую одежду, в то время как в более пасмурные дни выбирайте совершенно точно более спокойные цветовые сочетания. Будете выглядеть на все сном. Это была Яна Скворцова. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Увидимся очень скоро. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова